Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вижу по вашим подтянутым фигурам, что массаж для похудения действует. Или дело не только в массаже? Массаж является мощным фактором в формировании в эстетическом фигуре. Если правильно регулярно выполнять приемы самомассажа, то мы через месяц можем не досчитаться нескольких килограммов, а также увидим улучшение состояния нашей кожи. Но можем ли мы дома с помощью самомассажа достичь такого же эффекта, как обратившись в специалисту в салон? Неоспоримым преимуществом самомассажа является то, что вы не тратите деньги на специалиста, на салон, потому что массаж для похудения в салоне стоит от 300 гривен. Вы его можете выполнять дома, сидя у телевизора, в удобной обстановке, в привычной для вас. Смотря передачу, все будет добро. Есть ли противопоказания к этой процедуре? Если у вас нарушение кожных покровов в обрабатываемой зоне, какие-либо инфекционные кожные заболевания, сосудистые узлы. Если вы температурите, у вас острые респираторные заболевания, также избегайте массажа. И где-то 3-5 дней после выздоровления. Какие зоны тела мы можем улучшить с помощью самомассажа дома? Те зоны, до которых мы можем достать. Это околоколенные зоны, которые часто беспокоят нас. Это передняя поверхность бедра. Это руки, которые также могут нас огорчать. И массаж шеи. Массаж двойного подбородка и шеи. Что, кроме собственного тела несовершенного, нам понадобится для самомассажа? Мне понадобится массажное масло или же массажный крем. Я, например, готова делать. Вы будете вместе с нами? Да! И вы, конечно, тоже, потому что расположившись дома напротив телевизора, во время программы «Все буду добра» вы уже можете приступить к первому сеансу самомассажа. Для этого нам нужно сесть. Начинаем массаж с поглаживания. Сразу с приятного. Спинка должна быть ровна. Для этого нужно или облокотиться о какой-либо поверхности, или лучше подложить даже валик или подушечку под поясничную зону, чтобы вы, конечно, чувствовали себя комфортно и спинка была не напряжена. Значит, массаж начинаем с поглаживания ноги. Мы тем самым успокаиваем наши ткани. Все поглаживания проходят снизу вверх по направлению лимфотока. А какое количество масла нужно использовать? Вот сейчас Оксана это делает. Руки должны скользить по коже, но масло не должно стекать, конечно, чтобы все-таки чувствовалось трение небольшое. И чтобы не стать жирной из-за самомассажа. Да, по сухой коже, конечно, очень некомфортно. Мы тянем кожу, тем самым мы ее можем растянуть. Самомассаж нужно делать все-таки по голому телу, да? Да, безусловно. Массаж начинаем с околоколенной зоны. Именно в этой области часто скапливается ненужный жир, морщины образовываются. Да, застольные отечные явления, жировые отложения. Ножка должна быть не приподнята, а лежать. Тогда у нас сразу вырисуются все наши недостатки. Ножки расслаблены и начинаем поглаживающие движения вокруг суставчика коленного. Видно, Оксаночка, что самомассаж ты делаешь регулярно, в прекрасной физической форме находится. Делаем поглаживающие круговые движения около сустава. И затем начинаем подушечками больших пальцев разминать кожу вокруг коленного сустава. Сколько нужно сделать поглаживаний, прежде чем перейти к разминаниям? 7-8 до 10 круговых движений и начинаем разминать. Разминаем где-то минуту-полторы. Этого достаточно. И переходим, если, конечно, есть такая проблемная зона, как внутренняя поверхность. Я перехожу, безусловно. Если у вас есть такая проблема, как отложения жировые в внутренней части около коленной зоны, то прошу вас уделить им больше внимания и массировать вот такими вот захватывающими движениями, разминая жировые отложения. Лена, а действует ли тут правило, чем больше жира, тем больше давим? Давить, в общем-то, не рекомендуется. Главное разминать, чтобы хорошо-хорошо разогреть кожу. А как определить по внешнему виду кожи, что я вот достаточно уже ее разогрела? Вы будете чувствовать, во-первых, тепло в обрабатываемой зоне. Можете почувствовать даже покалывание или зуд. И это, в общем-то, касается не только самомассажа. Если вам делают массаж, вы чувствуете зуд, не пугайтесь, это нормально, это хорошо. Это вы заставили кровь работать, и кровоток улучшился. Такой самомассаж для похудения, а мы именно эту цель преследуем, можно считать и антицеллюлитным? Да, безусловно. И вот когда я ходила на сеанс к специалисту, который делал мне антицеллюлитный массаж, то мне было сказано, что обязательно должны появляться синяки. Если синяков не появляется, то целлюлит никуда не исчезнет. Слыхали такое? Позволю себе не согласиться с этим мастером, потому что в идеальном случае синяков быть не должно. Не должно. То есть мы не должны себе делать больно во время массажа? Нет, мы не должны себе делать больно, но опять-таки оговорюсь, если же есть проблемные действительно места, если целлюлит наблюдается отечный, пастозный, где-то третьей-четвертой стадии, вот, это безусловно, это болезненные ткани, там даже массаж не нужно делать, а просто вот сделай легкие прикосновения, и уже будет больно. Наверное, нужно к врачу в таком случае сперва обратиться. Безусловно, идти к врачу, потому что уже в такой стадии идет и отечность ног, и сосудистые нарушения, поэтому только после консультации с врачом. Мы разминаем эту внутреннюю часть 2-3 минутки, нам достаточно, вы сразу почувствуете, и она стала горячая, вот, и мягкая. После этого мы хорошо-хорошо растираем вокруг суставчика, интенсивно растираем до появления легкой гиперемии, то есть покраснения, и основаниями ладоней выжимаем сюда, к подколенной зоне, где у нас расположены лимфоузлы, все это аккуратненько выжимаем и заканчиваем поглаживаниями легкими. Ну вот мне прям интересно, вот я так сделала, куда лишняя жидкость ушла? Она ушла сюда, к лимфоузлам, мы направили ее, чтобы потом естественным путем это все выходило через почки. А, все, теперь более понятно стало. Следующий этап, это у нас массаж нашей бедренной части. Не менее проблемной зоны, к сожалению. Значит, массаж начинаем также с поглаживания, делаем легкие поглаживания снизу вверх, переходим к более энергичным, тем самым подготавливаем нашу кожу к более интенсивному воздействию. Следующий прием, так называемое валяние. Мы захватываем нашу мышцу с двух сторон, и вот таким образом мы ее перекатываем, ливаляем. Вот, и продвигаемся понемножку снизу вверх. Тем самым мы также подготавливаем кожу, расслабляем наши мышцы. После этого мы начинаем разминание делать подушечками больших пальцев обеих рук по направлению снизу вверх и сверху вниз. Чтобы вы охватили все участки ноги, условно можно разделить на наружную поверхность бедра, верхнюю и внутреннюю. И пройтись по этой стороне 3-5 раз, также по этой линии и по внутренней. После этого приема уже более интенсивно мы можем делать разминание фалангами обеих рук. Вот таким образом круговые движения точно так же по этим же условным линиям. Таким образом мы охватываем всю поверхность. Ножка обязательно должна быть расслаблена на напряженную мышцу, ну, немного дискомфортные ощущения будут. В целом мы должны получать удовольствие. Конечно, безусловно. Ну, стоит ли вот делать, буду делать час массаж ноги, чтобы быстрее похудеть с помощью массажа? Можно, безусловно, делать час. 30 минут – это тот минимум, который вы можете уделять. Можете делать час. Вот вы сидите, смотрите программу «Все будет добре» и делаете самомассаж. И эффект будет больше. Так, следующий прием – это те же разминания, но основаниями ладони. Это уже более интенсивный прием. Вот таким образом, круговыми движениями вращательными, как показывает вот Оксаночка, очень хорошо разминается. Это уже более интенсивное и глубокое разминание. Возможно, нога еще не стала худой, но теплая она уже точно стала, разогрела. Во время массажа также проводится легкий пилинг кожи. Кожа очищается. Кроме этого, когда идет прилив крови к поверхности кожи, идет выработка коллагена эластина. Это наш природный белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Самомассаж можно делать каждый день в удобное для вас время. Значит, после этого приема мы в завершении массажа кулачками разогреваем интенсивно, круговыми движениями. Повторяем вместе. Ладошка, пальчик в сторону. Охватываем этот пальчик и закрываем. И таким образом мы хорошо-хорошо растираем интенсивно. Это очень интенсивный прием. Да, аж до костей прогревает. Очень действенный, да. Вот, его уже лучше выполнять, когда наша кожа хорошо разогрета. И еще один очень важный прием, когда вот наша внутренняя поверхность бедра очень трудно поддающаяся коррекции. Здесь мы также можем поработать вот таким вот приемом. Мы охватываем полностью мышцу внутренней поверхности бедра. И вот таким образом, как вымешивая тесто, мы ее массируем хорошо. Ох и тесто, я вам скажу. Прям дрожжевое. Все, после этого разминания интенсивного мы заканчиваем массаж. Опять-таки, поглаживанием, легкими выжиманиями от коленного сустава вверх. И поглаживая кожу, совершаем наш массаж. С ногами все? С ногами все. Переходим к массажу живота. Массаж живота можно выполнять лежа, но в таком случае вам нужно будет согнуть коленки или же подложить валик под колени, чтобы не было натяжения мышц. Руки должны быть опущены как минимум до локтей, то есть чтобы эта зона была свободно расслаблена, и вы могли здесь складочку взять. Вот, но мы встанем и будем показывать стоя. Начинаем массаж с того, что мы основанием ладони слегка, слегка буквально надавливаем себе здесь в районе солнечного сплетения, где у нас пучок, также лимфоузлов. И слегка вот 2-3 раза по часовой стрелке немножко простимулируем. Вот, таким образом 2-3 раза и погладили по часовой стрелке животик. А почему по часовой? Можно двумя руками, а потому что, Надюша, так устроен наш организм. Пища наша движется по часовой стрелке. Мы же не хотим ее направить в обратном направлении? Нет. Вот, поэтому на это золотое правило массажа живота все движения проводим по часовой стрелке. Наша рабочая зона – это пальчика 3-4 ниже пупка и пальчика 3 выше пупка. То есть ниже мы не спускаемся, ну и выше, соответственно, тоже. Вот это наша рабочая поверхность. Мы берем складочку живота, с любой, слева или справа, берем складочку и вот таким образом мы ее массируем, перекатываем. Перекатываем. А в Сане, к сожалению, нечего массировать. Да, если бы у всех были такие животы, я была бы без работы. И продвигаем снизу вверх, а потом сверху вниз. Потом сдвигаемся чуть в сторону и точно так же снизу вверх, сверху вниз. Это что же получается? У нас будет вот тут вот такая идеальная полоса без жира, а здесь по-прежнему будет все нависать. Не волнуйся, Надюша, он уйдет оттуда, если здесь ничего не будет. Свято место, пусто не бывает. Я поняла. Продвигаясь вверх, по средней линии и чуть выше. Вот таким образом мы прокатываем и хорошо, в общем-то, с давлением, не жалеем себя, конечно, ну и не делаем себе очень больно. То есть, если у вас есть то, что мы называем спасательным кругом вокруг живота... Как раз массаж живота и будет очень полезен. Сколько минут нужно вот так вот щипать, уничтожать жир? До 10 минут, 7-10 минут мы можем уделять внимание нашему животу. Значит, после этих приемов, которые мы показали, мы в завершении массажа делаем ребрами ладоней вот такие вот движения, формируя тем самым так же складочку и вот перетирая ее, тем не менее мы еще делаем вот такие вот растирания. Вот. И в конце погладили животик опять-таки по часовой стрелке. И пошли есть. Да, не забываем так же о косых мышцах живота, которые точно так же прокатываем. Хорошо. Переходим к ручкам. Да. Руки начинаем так же с поглаживания, можно даже чуть-чуть сделать растирание. Начинаем массаж с плечевого сустава. Я так понимаю, что мужчины в этом смысле не отличаются от женщины. Руки, ноги и жир в них тоже есть. Значит, и мужчины тоже могут делать такой самомассаж. Это улучшает и кровоток, и мы активизируем лимфосистему. Это только плюс для нашего здоровья. Следующим основным приемом является, мы охватываем нашу зону трицепса, пальчик мы не отставляем в сторону, ладошка у нас, таким образом, и оттягиваем на себя вот эту вот складочку. Прямо вот на себя, хорошо-хорошо, подхватывая ее пальчиками. Вы сразу можете увидеть легкое покраснение. И следующий прием очень похожий на предыдущий. То же самое мы выполняем отсюда, снизу вверх. Но сейчас мы уже пальчик можем отставить, и он нам даже будет помогать. Вот таким образом. Дальше мы растираем всю ручку, локтевой суставчик, хорошо-хорошо, интенсивно растираем, выжимаем вот таким кольцеобразным движением, все сюда вверх, к лимфоузлам. И заканчиваем поглаживанием. Четыре-пять минут уходит на ручку. И настроение улучшается от самомассажа. Понравилось? Да. Обращаясь к специалисту, мы обычно получаем рекомендацию сделать курс массажа 10-15 сеансов. А для домашнего самомассажа какое правило? Для домашнего массажа практически существует тоже правило. Можно выполнить курс 10-15 каждый день или через день. Потом можно сделать небольшой перерыв на месяц. Затем можно продолжить. Постоянно, каждый день делать массаж. В общем-то не рекомендуется, так как наша кожа, ткани привыкают к этому постоянному воздействию. И уже, конечно, нет такого эффекта. Спасибо, Лена. Спасибо, Оксана, за помощь и полезные советы. Правильный самомассаж полезен для здоровья и помогает похудеть.